Я вижу, к вам по-хорошему не доходит. Я обращаюсь ко всей западной части Украины. Вы посмотрите, сколько людей меня поддержало под тем видео о языке. Теперь расшистка, вчи украинскую, слышь ты, сука, лети. Я даже до своих 47 лет сама решу, с каким языком мне идти по жизни. Это во-первых. Во-вторых, вы нас всегда считали москалями. С какого хуя? Ответьте мне на этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, вы, первые, приехавшие в Италию, брали первую зарплату за работу, которую продавали именно нам. И я тоже за свою первую работу заплатила первую зарплату. Вы зарабатывали на нас так же, как сейчас зарабатываете на беженцах. Вы сдаете им свое жилье втридорого людям, которые убежали от бомбежки. Во Львове, когда раздавали гуманитарную помощь и услышав в толпе русский язык, начинали людям грубить. А те люди нуждались в гуманитарной помощи. Они были голодными и приехали к вам с протянутой рукой. Не за вашей помощью, а за той помощью, которую отослал весь мир. Именно вы заработали себе много подписчиков благодаря русскому языку, потому что в тиктоке только и звучал шансон, русские песни, русские шутки. Все видео ваши были на русском языке. До войны почему-то вы не кричали о русском языке. Вы не хотели украинский? Ответьте мне и на этот вопрос. Сейчас все резко стали украинцами? Да пошлите вы нахуй! Понятно? А если вы будете плевать мне в спину, ваш один плевок будет ответом моим. Двумя плевками в вашу сторону. Я все сказала. Больше к этому вопросу я не возвращаюсь. Не трогайте меня. На меня как сядешь, так и слезешь. Ну вот так вот. А если есть время, посмотрите сюжет. Прошлогодний. Начало 2001 года. Просто надо понимать, что подготовил этот материал Deutsche Welle. С марта этого года Deutsche Welle на территории Российской Федерации числится иностранным агентом. Но песня не о том. Она совсем про другое. Про то, как мягко они стилили. Если работают слова «робыты», то работают слова «робыты». По моему личному мнению, сейчас пик моды на все украинское. Мне кажется, что если сейчас не реализовать желания людей, они разочаруются в языке, и желания иметь украиноязычное органичное пространство не будет еще лет сто. То есть мы либо реализуем это сейчас, либо никогда. Студент Данил Гайдамаха – популярный украиноязычный тиктокер. Парень вырос в русскоязычной семье и на украинский перешел не так давно. Теперь занимается популяризацией государственного языка среди своих подписчиков в социальных сетях. В невиртуальной жизни Данил тоже активно отстаивает украинский. В частности, следит, чтобы им пользовались в сфере услуг. Я часто наблюдаю ситуацию, когда за столиком сидит человек, к нему подходит официант, и тогда этот человек говорит «Excuse me, can you speak English?» И официант смущается, пытается найти человека, который может говорить на английском и обслужить клиента. А если я прихожу в заведение и говорю «Прошу прощения, не могли бы вы говорить на украинском?» А мне говорят «А для вас этот вопрос принципиальный?» То есть я понимаю, что, наверное, я где-то в своей стране бываю хуже иностранца. Мне менее комфортно, чем, наверное, даже англоязычному человеку в Киеве. Есть такие места и такие прецеденты, к сожалению, по сегодняшний день. Уже с 16 января все, без исключения заведения, которые предоставляют услуги и продают товары, от магазинов, заправок и банков до баров, аптеки, библиотек, должны перейти на украинский язык в общении с клиентами. Такое обязательство прописано в одной из статей закона о языке, принятого в 2018 году. Вместе с Данилом проверяем, готова ли сфера услуг к таким изменениям. «Сейчас мы проверим, на каком языке говорят в транспорте. Можно, пожалуйста, три билетика?» «Спасибо». Еще в трамвае Данил обращает внимание на еще один аспект языкового вопроса в сфере услуг – вывески. «Мы едем и видим, что здесь через раз заведение с вывесками на русском языке. Интересно было бы послушать, на каком языке там обслуживают, сомневаюсь, что на украинском». После проверки транспорта идем в магазин бытовых товаров. Данил выбирает его, потому что раньше замечал в заведениях этой сети обслуживание на русском языке. «Я прошу прощения, вы не посоветуете какие-нибудь подарочные наборы для женщин?» Но в этот раз все без исключения работники магазина общаются с нами на украинском. После сетевого магазина, где, вероятно, действуют корпоративные правила обслуживания клиентов, идем в лавки в подземном переходе. «Договоримся с вами так. Если нас обслужат на украинском, то купим розу и подарим продавщицу. А если на русском, то купим две гвоздички». Данил подчеркивает комплименты украиноязычному персоналу. Один из его способов поощрить людей использовать государственный язык. Отказ обслуживать на украинском парень советует тоже не игнорировать, но и не скандалить. «Если я вижу такой прецедент, то я лучше обращусь к руководству заведения, чем к персоналу, потому что я понимаю, что это не действует. Это только приведет к скандалу, а я хочу, чтобы ситуация изменилась. И для этого надо писать реальную жалобу. Все адреса, куда обращаться, они в открытом доступе. У каждой компании есть сайт или, по крайней мере, страница в соцсетях, куда можно обратиться». Именно с поста в соцсети начался языковой скандал вокруг одного из популярных киевских баров. По словам посетительницы, на ее просьбу общаться на украинском, бармен заведения ответил, что ему удобнее на русском. Это возмутило девушку, ведь инцидент случился еще и прямо в день независимости. «До такой эскалации можно было бы не доводить, потому что конфликт возник на ровном месте. Обратилась к нам на украинском языке, бармен ответил на русском. Попросили перейти на украинский, он перешел на украинский. Дальше возникло некое недопонимание, что это произошло некорректно. Дошло до эскалации. И с нашей стороны было как минимум два момента, когда его можно было бы избежать. Но, к сожалению, конструктивных уроков мало. Вопрос очень болезненный и на самом деле жаль. Поэтому хочется опираться на опыт той же Швейцарии, где есть четыре языка, и люди нормально с этим живут». Юрий знает о новых требованиях в сфере обслуживания, которые вступят в действие с 16 января. В частности, начинать диалог с посетителями и предоставлять им всю информацию теперь надо будет на украинском. По мнению Юрия, закон вряд ли существенно изменит ситуацию. «Глобально я не вижу причин, чтобы что-то изменилось, потому что есть много людей, которые общаются на украинском и нормально воспринимают это, если с ними говорят на русском. Есть много людей, которые общаются на русском и нормально воспринимают, если с ними говорят на украинском. Люди, которые довольно конфликтно всю эту историю воспринимают, они опираются больше на какие-то свои внутренние убеждения, чем на закон. Конкретно закон даст больше формальных поводов. Но я не думаю, что глобально будет больше конфликтов. Хотя на самом деле хочется развивать украинский язык не путем запретов всех других языков, а методом более конструктивным, а не деструктивным. Языковой омбудсмент Раскремень подчеркивает, украинский язык должен быть приоритетным в сфере услуг. Но никакой другой язык законом не дискриминируется. По просьбе клиента его могут обслужить на любом языке. Сейчас в офисе уполномоченного по защите государственного языка уже полгода фиксируют ежедневные жалобы и обращения из-за русского в органах власти, образовательных заведениях и других местах, где согласно этому же закону уже давно должен звучать украинский. 16 января никакого шока для сферы услуг абсолютно не будет. Если будут радикальные нарушения, то начиная с места совершения нарушения, конечно, можно предупреждать продавцов керскеров о том, что, пожалуйста, предоставьте мне услугу на государственном языке. Если после нескольких предупреждений будет принципиальная позиция, безусловно, можно открыть книгу жалоб и предложений, можно позвонить на горячую линию. Если и это не работает, то однозначно можно обратиться на адрес уполномоченного и выложить суть своей жалобы. Но обязательно нужно зафиксировать аудио или видео доказательства того, что действительно произошло нарушение. Нужно зафиксировать аудио или видео доказательства того, что действительно произошло нарушение. Тем временем за полдня проведенных с активистом Данилом Гайдемахой съемочная группа Deutsche Welle не зафиксировала значительных нарушений языкового законодательства. В случае отказа заведениями сферы обслуживания общаться с клиентами на украинском, языковой амбудсмен или его представитель будут объявлять предупреждение. Если же ситуация повторится на протяжении года, составят протокол о правонарушении. Штрафы составят от 5 до почти 7 тысяч гривен, но выписывать их начнут только с 2022 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...